Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я приглашаю вас в Турцию на прогулку по разным-разным местам. Конечно, вид из нашего окна шикарный. Каждое утро, просыпаясь, сразу смотрю в окно. Даже моя доченька, она сейчас уже встает, не ходит, конечно, но встает тоже, забирается на подоконник и смотрит на этот прекрасный вид. Уже я, конечно, вам показывала, но вновь и вновь хочу вам его показать, потому что вид шикарнейший. Движение в Турции очень опасное. Будьте, пожалуйста, осторожны, когда вы переходите к дороге. Лучше подождать. Очень много аварий. А в целом, конечно, здесь больше плюсов. Солнце, море, свежий воздух, хорошее настроение, люди тебе улыбают. Такая агрессия. Куда можно пройти? Вот, сейчас можно лететь. Вот этот отельчик розовенький мне так прямо нравится. Единственное, что, конечно, у дороги шумно. Это минус. А я вот стою вот под таким деревом, сейчас вам покажу. такой аромат. А сзади меня море. Море, пальмы. Трасса, Турция, Махмутлар, Калания. Красота. Вот здесь на море каждый день играет волейбол, ребята. Как хорошо море, морской воздух. Играть. Замечательно. Замечательно. Приятно и с полезным. Золотая дорожка на море от солнца. Мое любимое морешко море. Ох, обожаю море. Кто-то любит горы, кто-то любит лес, а я люблю море. И когда тепло. Декабрь, месяц. Все равно мы еще плавали сегодня. Недолго, скажу, но плаваем. По пять минут можно заходить в воду. Средняя температура воды в декабре 22 градуса. Очень даже можно. Недолго, но можно. Красота. Золотая дорожка. Рыбаки. Кстати, каждый день рыбаки на море. И пляж. Не скажу, что людей много, но все равно люди есть. Махмутлар. Кафешку закрыли песком из-за шторма. Ну да, зима, не зима, конечно. Видите, декабрь месяц. Люди в шортах купали. Тут даже человек один плавает. Ну и самое главное море. А вот с этой стороны очень хорошо смотрится наш комплекс. Они вот как три брата-близнеца, так скажем. Двенадцатиэтажки. Очень мне нравится цвет. Такие оригинальные сиденья. Мне кажется, очень-очень удобные. А здесь вот можно даже лежать. О, здесь как много. Какой большой выбор. Разных-разных. Кому как удобно, да? Хочешь сиди, хочешь лежи. Какой цвет приятный. Так люблю вот этот цвет морской волны. Это я прямо из кафешки снимаю видео. Здесь можно на улице, а мы внутри находимся. Красиво. Так выглядит детская площадка. Ну, она похожа, конечно, как и во многих странах. Но что мне вообще нравится в Турции. Здесь очень часто встречается. Можно заниматься физкультурой, спортом. Потому что есть вот такие тренажеры. И они прямо находятся на улице. Я считаю, что это замечательно. Как раньше говорили при Советском Союзе. В здоровом теле здоровый дух. И это абсолютно правильно. А вот тут, кстати, качельки. Для ребятишек. Кстати, я свою уже даже доченьку здесь качала. Ей прямо понравилось. Немножко сначала боялась. А потом с удовольствием каталась. А здесь прямо настоящая гроздь апельсинов. Есть гроздь винограда, а это гроздь апельсинов. Ну, надо же, как много их здесь. На фоне голубого неба так красиво смотрится. Супер. Здесь вот дома. Махмудлар. Махмудлар. Люблю Турцию очень. Давайте вернемся еще раз посмотрим. Как много здесь апельсинов. А это мы называем апельсиновые или мандариновая улица. Потому что везде прямо подряд-подряд растут апельсины. Но они пока кислые. Мы пробовали. Ну, я думаю, что скоро они созреют. Голубое небо. Настроение шикарное. Декабрь месяц. Турция. Вот с этого ракурса очень хорошо гору видно. Вот по этой дороге мы каждый день ходим на море. Будем вспоминать нашу улицу по прямой и сразу на море. Ну, конечно, море с другой стороны. На море есть вот такие кафешки. Они даже вот под номером. Вот у нас 78-й. И здесь можно посидеть, чай, кофе попить. Даже покушать. Сейчас здесь вот такое ограждение. Ну, на зиму. Потому что бывает шторм. И чтобы кафешку не смыло. Мы здесь практически каждый день чай, кофе пьем. Кушаем. И рыбу ели. И салат покупали. Это очень удобно. Не надо идти домой. Сколько рыбы стоило? 280 лир мы заплатили. Салат 170 лир. Чай 20 лир. Кофе за 50 лир покупали. Люди купаются и сегодня. Недолго. И мы тоже с мамой искупались. Пять минут буквально. Потому что светит солнце. Волны сегодня не сильные. Так, чуть-чуть. Поэтому люди ненадолго в воду залезают. Лежаки сейчас в основном свободные. Люди просто на полотенцах сидят. Декабрь месяц. Так приятно выпить на пляже. Чашечку кофе. Чая. Такие здесь лежаки. Море. Солнце. Хорошая погода. Хорошее настроение. А вот этот дом интересный. Такой голубизной отдает. И там тоже подальше. Такой оттенок цвет морской волны. Лежаки, конечно, сейчас пустуют на пляже. Не сезон. Такой песочек. Там вот люди в волейбол играют практически каждый день. Есть вот бесплатный туалет. Но не очень чистый, сразу говорю. Есть вот такая волейбольная зона. Можно поиграть и здесь, и там. Но здесь вот я ни разу не видела, чтобы играли. Поэтому мы здесь отдыхаем. Уже с ребенком маленьким. А там уже, ну мало ли, знаете, мячик вдруг долетит до нас. А здесь поспокойнее. Поэтому часто мы сюда ходим. Берем чай, кофе и кушали здесь много раз. Рыбу вот заказываем. Рыба 280 лир стоит. Вот такой пляж. Декабрь месяц. Вот такой песочек здесь. Море-морешко мое любимое. Волны. 22 градуса температура воды в декабре. Ну, первой половине. Второй, возможно, будет уже похолоднее. Ну, к концу, наверное. Получается 22 градуса. Ну, 21-22 градуса температура воды. А воздух 20-21. Примерно одинаково. Что воздух, что температура воды. Ох, как меня волны от. Ох, какая волна. Прямо по ногам, по ногам. Тепло. Ну, конечно, долго уже в декабре не покупаешься. Минут пять. Все равно хорошо. Потому что... Ну, знаете как? Если яркое солнце, еще да. А если пасмурно, то не поплаваешь. Но еще такой момент. В декабре плавали мало, потому что часто бывают волны. А если волны, как в воду? Уже не зайдешь. Ну, вот при такой еще можно плавать. Покажу пляж. Очень много рыбаков. У меня, знаете, такое в перемешку видео. То я на море, то в городе. Я просто где бываю, если есть возможность. Я делаю видео и снимаю, и потом вам показываю. А потом это все перемешаю. И просто будет прогулка по Турции. По Алане, по Муглару. Ох, какие волны. Сказка. Вновь и вновь вам показываю море. Это то, для чего мы сюда приехали. Стараемся как можно дольше. Такая волна. Я прямо стою и мои ноги в воде. Тепло. Даже мы не можем поверить своему счастью, что в декабре так тепло. Плюс 20. Там даже женщина плавает. Я хочу сказать, сегодня многие плавали. Но просто в этот момент я не могла снимать видео. Я была с ребенком, с доченькой. А сейчас мама ее укачала. Она спит. Бабушка она. И я решила немножко для вас поснимать. Вот одна женщина плавает. Смотрите, какое яркое светит солнце. Удивительно. Где-то мороз, снег, дождь, слякоть. А у нас солнце, море. Мы безумно счастливы. Очень. Но скоро уже все это закончится. Всегда проходим мимо вот этого дворика и прямо наслаждаемся красотой. Какие деревья здесь. Ухоженный дворик такой. Вход в сад запрещен. Ну ладно, мы так тихонечко с вами зайдем. На один шаг только буквально. Здесь вот поливает шланг. Это прям вот первая линия. Около моря. Какой хороший урожай апельсинов. Как много апельсинов на деревьях. Ну честно, они какие-то кислые. Наверное, еще не сезон. Вот мы были в Португалии. Я помню, что там апельсины зрели к февралю. Возможно, здесь тоже к февралю. Но везде, везде растут апельсины. Вот даже вот здесь вот посмотрите дом. И следующее дерево тоже апельсины. А плохо видно. Ну я думаю, вы верите мне на слово. Как красиво камни водой омываются морской. Здесь у нас зеленые камни. Ну это плиты. Такая пена морская. Наслаждаюсь этой красотой. А в Аланье. Очень красиво. Потрясающая просто красота. Потрясающая. Наглядеться не могу. Такую ракушку нашла. Интересно, что она уже прямо об этом хом обросла. Хотела ее почистить, но она не чистится. Какой цвет. Оригинальные деревья Турции. Как будто вьюн. Вокруг ствола дерева. Разноцветные дома. С красивыми балкончиками. Это такой типичный желтый дом в Турции. Такая стоянка. На улице очень комфортная погода. Ни жарко, ни холодно. Просто тепло. Много аптек в Мухмутлари. Практически в каждой аптеке есть русскоговорящие. Основная масса это Азербайджан. С Казахстана вот женщина. Поэтому очень удобно. Можно спросить лекарства. Наши соотечественники прямо пакетами покупают лекарства из Турции. Говорят, здесь нет подделок. Насколько это точно, я не знаю. Но все хвалят лекарства в Турции. Ну, это просто вокруг. Один из домов Мухмутлара. Какой мы красивый цветок нашли. Даже не знаю, как он называется. Посмотрите. Тычинка желтая. Вот он так вот выглядит. Листи немножечко не надо, потому что покусал. Но все-таки Турция шикарная страна. Еще раз возвращаемся к этому цветочку. Если кто знает, напишите в комментарии. Какие цветы. Насыщенный, насыщенный цвет. Удивляюсь, декабрь месяц. И вот такая цветущая Турция. Пальмы. Голубое небо. Солнце. Такой заборчик. Свежевыжатый апельсиновый сок на улице Барбаросса. Сегодня нет солнца. Поэтому мое солнце вот в этом стаканчике. В стакане апельсинового сока. Здесь детская площадка. В ресторанах уже почти никого нет. Ну, декабрь месяц. А это два дома с такими бордовыми полосочками. На улице Барбаросса. Очень такие главные улицы Барбаросса. Ататюрка здесь. Бухмутларе. Ну, и пальмочка тут. Сегодня немножко пасмурно. Все равно очень тепло. Коричневый дом. Окна закрыты. Ну, наверное, от солнца. Хотя сейчас нет такого яркого солнца. Но летом, наверное, это спасение. Такой дом, как будто бы из... Построен из детских кубиков. Рядом дома. Такие вновь желтые. А вот это, мне кажется, пожарная лестница. Смотрите, как в доме. Я не видела нигде. Только вот здесь. Ну, или что-то происходит. Ну, какой-то инцидент. Ну, скорее всего. А, вот здесь какой-то магазинчик, наверное. Даже сзади я делаю видео этого магазина. Вот такую лестницу я не видела нигде в Турции. Только вот на этом доме. Ну, возможно, где-то есть. Но лично я не видела. Ну, техника безопасности соблюдается. Очень мне нравится, что в Турции вот такие сиреневые цветы, которые цветут в декабре месяце. Прям здесь как балкончик такой. Как терраса даже. Я с этой стороны тоже. Дом желтенький. Много желтых домов. Ну, я люблю желтый цвет. Такой веселенький. И очень часто встречается даже в самом городе, вот в Мухмутларе, такие банановые. Ну, плантации, конечно, это может быть очень громко сказано. Но вот здесь растут бананы. Конечно, Турция это страна кошек. Сколько здесь кошек. Ой, какие котятки. Милые. Это мама. Мне какие-то все разные. И вот еще третья побежала. Ой, ну чудо, чудо. Какие маленькие. Это мне черный с беленьким нравятся. Ну, и серенький, и беленький. Ну, все красотульки. Ну, какие же красотульки. Милые, милые. Не могу слов нет. Милота. Каждое утро выходим с доченькой и тоже смотрим на этих котят. Прямо около нашего дома. Заглянули в кафешку. Решили покушать чечевичный суп. Очень популярный в Турции. Вот такие здесь лепешки. Значит, в этом ресторане он стоит 85 вверх. Но есть и за 50, и за 85, и за 100, и, наверное, выше. Ну, вот мы ели и за 50, и за 85, и за 100. Везде разные. Да, конечно. Редактор Каллиниев. Удачи! Удачи! Все ведо к концу.